Здравствуйте, мои маленькие друзья, мальчики и девочки! Я Леся Гайдук, ведущая праздников, и сегодня я вам прочту новую забавную историю, которая называется «Сказка Маша и Медведь». Жили-были дедушка да бабушка, была у них внучка Машенька. Собрались раз подружки в лес по грибу да по ягоды, пришли взять с собой Машеньку. Дедушка, бабушка, говорит Машенька, отпустите меня в лес с подружками. Дедушка с бабушкой отвечают, иди, только смотри от подружек, не отставай, а то заблудишься. Пришли девочки в лес, стали собирать грибы да ягоды. Вот Машенька, деревце за деревце, кустик за кустик, да и ушла. Далеко-далеко от подружек, стала она аукаться, стала их звать, а подружки не слышат, не отзываются. Ходила-ходила Машенька по лесу, да совсем заблудилась. Пришла она в самую глушь, в самую чащу, видит, стоит избушка. Постучала Машенька в дверь, не отвечают, толкнула она дверь, дверь и открылась. Вошла Машенька в избушку, села у окошка на лавочку, села и думает, кто же интересно здесь живет, почему никого не видно. А в той избушке жил большущий медведь, только его тогда дома не было. Он по лесу ходил, вернулся вечером медведь и увидел Машеньку, обрадовался. Ага, говорит, теперь не отпущу тебя, будешь у меня жить, будешь печку топить, будешь кашу варить, меня кашей кормить. Потужила Машенька, погоревала, да ничего не поделаешь. Стала она жить у медведя в избушке. Медведь на целый день в лес уйдет, а Машеньке наказывает. Никуда без него из избушки не выходить. А если уйдешь, говорит, все равно поймаю, и тогда уже точно съем. Стала Машенька думать, как же ей от медведя убежать. Кругом лес, в какую сторону идти, не знает, и спросить-то не у кого. Думала она, думала и придумала. Приходит раз медведь из лесу, а Машенька и говорит ему. Медведь, медведь, отпусти меня, пожалуйста, на денек в деревню, к бабушке да к дедушке, гостинцев снесу. Нет, говорит медведь, ты в лесу заблудишься, давай гостинцы я их сам отнесу. А Машеньке того и надо. Напекла на пирожков, достала большой-пребольшой короб и говорит медведю. Вот смотри, я в короб положу пирожки, а ты их отнеси дедушке да бабушке. Да помни, короб по дороге не открывай, пирожки оттуда не вынимай, я на дубок влезу, за тобой следить буду. Ладно, отвечает медведь, давай короб, Машенька и говорит. Выйди на крылечко посмотри, не идет ли дождик. Медведь только вышел на крылечко, Машенька сейчас же залезла в короб, а на голову себе блюдо с пирожками поставила. Вернулся медведь, видит, короб готов. Взвалил его на спинку и пошел в деревню. Идет медведь между елками, бредет медведь между березками. В овражке спускается, на пригорочке поднимается. Шел-шел, устал и говорит. Сяду-ка я на пенек, съем пирожок, а Машенька-то наша из короба. Вижу-вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке. Ишь, глаза стоя какая, говорит медведь, все видит. Поднял он короб и пошел дальше. Пришел в деревню, нашел дом, где бабушка с дедушкой жили. И давай изо всех сил стучать. Ворота, тук-тук-тук, открывайте, отпирайте. Я вам от Машеньки гостинцев принес. А собаки-то учуяли медведя и бросились на него. Со всех дворов бегут, лают. Испугался наш медведь. Поставил короб у ворот и пустился в лес бегом без оглядки. Вышли тут дедушка да бабушка. К воротам видят, короб стоит. Чего это в коробе, говорит дедушка. Чего это в коробе, удивилась бабушка. А дедушка поднял крышку, смотрит и глазам своим не верит. В коробе Машенька сидит, живехенькая и здоровехенькая. Обрадовались дедушка да бабушка. Стали Машеньку обнимать, целовать. Умницей да разумницей называть. Ну что, мои маленькие друзья, надеюсь, эта история вам понравилась. Ну а сейчас время смотреть мультфильм. Ну а я с вами прощаюсь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok